Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2659, тема «Старообрядцы». Наша жизнь сейчас полна знамений реальных или кажущихся, таких как пожар манежа, чудесно сохранившаяся в нем икона Спасителя, разбитый колокол, подаренный Путиным и тому подобное. Как вы относитесь к подобным явлениям? Ответ «Старообрядцев». Каждому времени даны свои знамения. Современный мир во многом соответствует евангельскому описанию последних времен. Двоеточие кавычки открываются. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. Цитаты закончены. Печальна участь прелещенных. Мы молим всемогущего Бога, чтобы Он дал нам разума и силы не поддаваться ложным увлечениям, когда мы слышим, что явилось чудо в том или ином месте. Это не значит, что мы не верим в чудесное. Наоборот, мы ощущаем во всем чудесное присутствие Божие. А нашу сдержанность и настороженность в этом вопросе можно объяснить как раз опасением оказаться прелещенными. Комментарии Игнатия Тихоновича Лавкина на ответ старообрядцев. Первое послание Коринфянам 1.22.25 «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрая Божия премудрия человеков, и немощная Божия сильнее человеков». Евангелие от Луки 13.3 «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Матфея 24.24 «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». В субботе родительское столько внимания, Ко храму спешатся зелками старушки, Нигде так активно попы не шаманят, Как в царстве теней, Позарес они нужны. Родители многих погибли в войну, А память тревожит, как их обижали, Так просто сегодня загладить вину. К безбожно прожившим подать свою жалость, Суют беспризорным и пьяным блины, И просят родных помянуть и икнуть, Огонь потушить бы хоть капли слюны, Наставить ушедших на истинный путь. И столько здесь басен и сонм сновидений, Как каша-кутья помогла в преисподней, А главное батюшкам деньги и деньги, Так было две тысячи лет до сегодня. Брецают от ада ключами попы, Как будто тюремщики в камерах смертных, Скрывают заочно могилы, гробы, Толпа некромантов лютует усердно, Но Библия, слово Творца и Владыки, Вещает, что участь решают при жизни, Напрасно богач надрывается в крики, На память приводит вождей коммунизма, Там пропасть от света и рая желаний, Ее перейти не дано безрассудным, Ни к ним, ни обратно не будет посланий, Припомнят гулянки свои по минутам, Кто жертву Христа воспринял добровольно, И в церкви трудился, и ревностным был, Их слово живое приправлено солью, Несут, улыбаясь, Иисусу снопы. Суббота, покой для души возрожденной, И каждый судим за дела свои будет, Народ в панихидах увязший и темный, Кадила дымит, бьет звонарь словно в бубен. 8 апреля 2005 год. Игнатий Лапкин.